Эд, вы очень много пишете, говорите о том, что Россия ведет ревизионистскую политику по отношению к Европе и пытается переписать правила, уже установленные в Европе после Второй мировой войны. На чем основаны такие заявления? Путин хочет изменить правила игры на Западе. Он увидел слабость, которую проявляет Запад и старается это использовать. Одной из его целей является установление мягкой гегемонии над соседними странами, чтобы там не происходило ничего, чтобы не нравилось России. Во-вторых, он пытается изменить правила, установленные Евросоюзом, относительно энергетической политики. Это осуществляется с помощью строительства побочных трубопроводов и защиты интересов Газпрома, и, если говорить более широко, он увидел некоторые противоречия в политике США и Европы и играет по принципу «разделяй и властвуй». И я должен признаться, что пока он берет вверх по всем трем направлениям. Какую конкретную угрозу Россия представляет для близлежащих стран? В данном случае речь идет о странах Балтии. Что касается стран Балтии, то, мне кажется, сейчас происходит война нервов. Путину кажется, что НАТО несерьезно относится к балтийским странам. Он думает, что у НАТО нет войск в этих странах. Процесс принятия решений занимает много времени, и организация не способна реагировать на гибридную войну, вроде той, что развернулась на Украине. Путин фактически ведет разведку боем и хочет проверить реакцию Запада. Если ответ будет решительным, то он отойдет. Но если ответ будет слабым, то он будет продолжать устраивать провокации. Несмотря на то, что на саммите НАТО президент Обама и другие западные лидеры сделали несколько резких заявлений, Путин понимает, что в течение 18-20 месяцев ничего конкретного не будет предпринято. Но если Россия предпримет военную агрессию против стран Балтии, то НАТО отреагирует тем же, и это приведет к серьезной военной конфронтации. Что конкретно западные страны, США, Европейские союзы, НАТО могут сделать для того, чтобы остановить Путина вот сейчас? Что реально может сделать Запад, это начать копать российские грязные деньги. Это реальный скандал. Путинский режим обворовал россиян на миллиарды долларов. Все эти люди отмывали деньги на Западе, в таких странах, как Австрия, Кипр, Латвия, но прежде всего в Лондоне. Путин и его режим таким образом создали веское оружие подрыва Западной системе. Но это не необратимо. Мы, то есть Запад, должны искать эти деньги, замораживать активы, а самое главное искать и привлекать к ответственности юристов, бухгалтеров, банкиров, всех тех, кто причастен к этим преступлениям. Это станет серьезным сигналом для режима Путина, но самое главное, это станет примером для россиян в том, что мы на их стороне, и что мы боремся с преступно коррумпированным режимом Путина.